Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Впервые за 16 лет творчества московская группа Многоточия посетила Читу. Они приехали с программы «Эта музыка с тобой навсегда». Поклонники, которые ждали концерта не один год, встретили артистов бурными аплодисментами. Было очень много удивлений, многие не верили, что Многоточия приедет, потому что люди ждали по 10 лет, в этом году 16-летие группы. И просто многие до последнего не верили практически. Сегодня многие приходили, покупали билеты, специально сфотографировались на вокзале, когда уже ребята приехали сюда, чтобы вот видели, что да, действительно приехали, что Многоточия здесь в Чите. Медельный русский, Аэропорт! Прямо здесь, перед вами! Здравствуйте! Как вы, друзья? Всем привет! Концерт действительно был уникальным. Музыканты приехали не с набором отрепетированных песен, а с минусами, позволяя зрителям самим выбирать любимую песню. Синие дни... Да, неожиданно, что они к нам приедут, потому что такой город все-таки, и... Если честно, я на этих песнях просто выросла, потому что у меня служил старший брат, который старше мне на 8 лет, и я, получается, мне было лет так тоже 8, я помнила, и я на этих песнях выросла, и поэтому они у меня отложились в душе. Сами артисты признались, что их вдохновляет не позитив окружающего мира, а боли утраты, то, что находится между падением и взлетом. Негативные эмоции, подпитывающие их творчество, превращаются в реальные тексты с настоящими словами. Ничего нельзя, кто будет, кто будет этот громад, и удастся мне, а сколько никогда это туда приходится. Во всем мире, мне кажется, так хип-хоп сейчас занимает. Просто, что... Какой хип-хоп? Вот это другой момент. То есть там, понимаете, там... Дудка, дудка, там, тёлки, там, все дела, ну, как бы это вот... Это просто не на... Как бы не то пальто. Музыкантам удалось раскачать толпу уже на второй песне. Додс фэм, у него макали чатинские поклонники, подпевая московским рэперам. Они поют про жизнь, свободу, любовь и борьбу. Каждая песня – это своя история, которая для каждого раскрывается по-своему. Песня, она же делается, она открывает разные двери. Знаешь, вот ты любого человека спросишь, да, там, вот что ты понял в этой песне? Он тебе скажет свою дверь, да? То есть, а я сейчас скажу какую-то дверь, и, ну, как бы люди просто обломаются, понимаешь, что они не нашли. Любая поэзия, как бы любое творчество – это то, что открывает двери для вас. А в какую из них зайти – это уже ваш выбор. Понимаете? Я не должен вам показывать на дверь. Я вам показываю пространство вариантов этих дверей. Песня. Это жизнь и заблона, только придаёт нам силу творить и любить. Это жизнь и заблона, то ради чего стоит быть в этом мире, через бомбе и ступай. Это жизнь и заблона, то, что дано каждому из нас, и так стоит свой шанс. Это жизнь и заблона. Выступление группы «Многоточие» было живым и ярким. Искренние эмоции, ликование поклонников и даже медленный танец Санчеса не оставили равнодушным никого. Анастасия Дрёмова, Анна Хвостова, специально для Забунфору.